Первая свая на месте будущей школы для талантливых детей. Таких учебных заведений в России единицы. Через два года кузница Кубанских, Менделеевых и Лобачевских 21 века появится и в Краснодаре. Но учиться здесь будут дети со всего края. Ученики не из кубанской столицы смогут жить в интернате. Один из корпусов рассчитан на размещение 600 мальчишек и девчонок. Проектировщикам и строителям предстоит большая работа. За два года живыми и учебными помещениями застроят 12 гектаров. На церемонии старта стройки будущего глава региона подчеркивает важность инвестиций в подрастающее поколение уже сейчас. На самом деле это селекционная станция для наших одаренных мальчишек и девчонок со всего края. Станция, где она позволит этим алмазикам стать бриллиантами. Мы инвестируем в будущее. Но в первую очередь мы должны инвестировать в тех, кто это будущее создаст. Вторая будет стратегическая задача. Это учителя, которые будут преподавать. Это тоже должны быть талантливые учителя. Понимаем, что вот этих педагогов нужно будет со всей страны по крупицам привозить. Иначе мы не создадим вот ту площадку для успешного будущего нашего края. Я вас поздравляю с началом строительных работ и верю в то, что на самом деле мы делаем сегодня вот тот правильный, очень правильный шаг в развитии и не только экономики нашего края, а всех сфер жизни. Больше тысячи талантливых мальчишек и девчонок уже через каких-то два года будут познавать здесь, на берегу Кубани, науку и заниматься творчеством. Современные лаборатории и инновационные центры возведут на окраине строящегося жилого микрорайона. Попасть сюда смогут только лучшие из лучших уже после четвертого класса. За обучение будут отвечать преподаватели региона. Методическая помощь и формирование образовательной программы на Кубанском государственном университете. Под патронажем одного из ведущих вузов России и реализуется этот проект. При тех вложениях, при том внимании, которое уделяется краю, мы выйдем на принципиально новый уровень и сможем быть среди лидеров российского образования в этом сегменте. По крайней мере, все необходимые предпосылки для этого есть. Пока в краевой столице закладывают фундамент под образование будущего, в Денском районе уже все готово к началу строительства кластера патриотического воспитания. Центр получил говорящее название «Патриот». Аналогов такого комплекса нет на всем юге России. Глава Кубани отметил, что парк «Патриот» – это не музей или выставочный зал. Площадка будет иметь прежде всего прикладное, практическое значение. «Патриотов тоже нужно формировать, формировать, обучать. И такое место в нашем крае появится. Это здесь, за моими плечами, за моей спиной. Парк «Патриот» 150 гектаров. И мальчишки здесь могут, понятно, прыгать с парашюта, преодолевать полосу препятствий, учиться жить в партизанской деревне, просто научиться жить в команде, в огромной большой семье, помогая друг другу. Принципиально важно, чтобы этот парк «Патриот» как можно раньше, как можно быстрее принял сюда уже первых курсантов. «Я уверен, это будет местом притяжения для нашей молодежи, для наших парней, я уверен, и девчонок, которые ощущают себе стержень и чувство потомка великого народа, народа-победителя». «Это грандиозное сооружение, которое позволит вопросы военной подготовки проходить не с книжками и указками в школьных классах, а в приблизенных к боевым условиям, так скажем, здесь будут созданы все условия и учебные корпуса прекрасные, и материально-техническая база». На 145 гектарах создадут полигон воздушно-десантной подготовки, обустроят полосу препятствий и для занятий ГТО. Трассу мотокросса с автотреком, скалодром, спортивные площадки, баскетбольное и футбольное поле, даже и под ром. Комплекс позволит еще больше повысить качество подготовки кубанских призывников. «Здесь действительно будет коваться мастерство, мастерство тех молодых людей, которые в ближайшее время будут служить в вооруженных силах Российской Федерации. Ни один субъект Российской Федерации, включая Москву, Ленинград или Санкт-Петербург, Ленинградскую, Московскую область, ни один субъект не направляет вооруженные силы такого количества молодых людей, как направляет Краснодарский край. В год примерно 12-13 тысяч». Перед гостями на предельно малой высоте проносятся учебные самолеты. Пока за штурвалом опытные пилоты с соседнего гражданского аэродрома. Но уже через 2-3 года в воздух над этой площадкой поднимутся ученики Центра Патриот. Ведь даже для обучения авиационному делу здесь предусмотрены и классы, и взлетная полоса длиной почти в километр. Тем временем еще одна площадка готовится к строительству в районном центре. Рабочие уже отметили границы будущего современного центра единоборств. В планах построить 44 таких комплекса по краю. Денской район первым подготовил проект и нашел землю для строительства. «Второй этаж у нас будет такой спортивно-тренировочный. Здесь у нас будет зал бокса, кикбоксинга, зал рукопашного боя и зал самбо-дзюдо. И вот третий зал, это у нас универсальный спортивный зал для проведения соревнований всероссийского и международного уровня с трибунами на 300 посадочных мест». Мы сегодня говорим, что мы создаем систему подготовки самбо в школах. А в целом, я уверен, это будет система единоборств, которую в крае мы сможем создать. Но чтобы она появилась, должны условия появиться в первую очередь. И вот сегодня я рад, что первый такой центр единоборств мы начинаем с вами строить в Денской, место, где я вырос, где прошла моя молодость, моя юность. Я уверен, что в 2023 году у нас такие центры подобные. Понятно, они все будут разные, исходя из конфигурации земельного участка, наполняемости детками. Но они будут во всех 44 муниципальных образованиях нашего края. В новом здании в одну смену смогут заниматься полторы сотни спортсменов, закончить весь трехэтажный комплекс площадью больше 5000 квадратных метров с раздевалками, собственной столовой. Строители обещают в конце следующего года заниматься боксом, самбо и борьбой здесь смогут мальчишки и девчонки со всего края. Единственным условием для будущих будет желание стать быстрее, выше и сильнее.